Прицельный удар Путина Великобритания Владимир Путин и Сергей Шойгу во время учения на полигоне Цугол, Читинская область, июль 2013 год Тактика господина Нетаньяху является отражением той степени значимости, которую он придает аннулированию неудачного договора Обамы, согласно которому Иран должен заморозить реализацию своей ядерной программы на десятилетия и согласиться на более жесткий контроль со стоны других стран в обмен на снятие санкций Условия этого договора были согласованы ранее в апреле, а окончательный вариант будет подписан к 30 июня Однако позиции Израиля также свидетельствуют о его тесных связях с Россией Израиль отказался поддержать Запад в его осуждении войны России на Украине А в прошлом году Израиль, вместе с Ираном и некоторыми другими государствами, фактически воздержался на голосовании Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу об осуждении России за аннексию Крыма Израиль сделал это под предлогом забастовки своих дипломатов, но, по словам чиновников, истинным мотивом такого шага стало желание сохранить свои связи с Россией Защитить многочисленное еврейское сообщество, проживающее в России, и предотвратить продажу зенитно-ракетных комплексов С-300 Ирану и Сирии В течение десятилетия израильские лидеры ежегодно приезжали к Гену и Путину в Москву и в его резиденцию в Сочи Разногласия, возникавшие между двумя странами, как правило, решались в частном порядке В 2006 году, в ходе войны с Хизбалла в Ливане, фрагменты новейших российских противотанковых ракет были найдены среди дымящихся обломков израильских бронемашин Тогдашний премьер-министр Израиля Эхут Ольмерт, Эд Ольмерт, лично представил доказательства Гену Путину, который пообещал усилить контроль над экспортом оружия в Сирию, поддерживавшую группировку Хизбалла В июле 2013 года Россия промолчала, когда в результате авиаудара Израиля были уничтожены противокорабельные крылатые ракеты, которые незадолго до этого Россия продала Сирию и которые были отправлены боевикам Хизбалла А Израиль промолчал в октябре 2014 года, когда сирийские повстанцы обнародовали видеозапись, доказывающую присутствие офицеров российских спецслужб на посте перехвата сирийских вооруженных сил на голландских высотах Цвимаген, бывший посол Израиля в России, утверждает, что Израиль извлек огромную выгоду из связей с Россией Они принимали во внимание наши интересы в регионе и в течение 8 лет не поставляли С-300 Ирану Некоторые израильские чиновники опасаются, что теперь ситуация может измениться, потому что Кремль, очевидно, начал восстанавливать свои позиции в арабском мире Иран заказал С-300 в 2007 году, однако под давлением международного сообщества Россия приостановила продажу Эти ракетные комплексы способны отслеживать и перехватывать десятки воздушных целей на высоте до 150 километров Пока остается неясным, когда Иран получит эти комплексы, представители Ирана утверждают, что уже к концу года Далее потребуется несколько месяцев, чтобы система заработала на полную мощность У израильских военно-воздушных сил было время, чтобы изучить слабые места С-300 и подготовиться к их атакам Решение начать поставки оружия Ирану спровоцирует новый виток гонки вооружений в регионе Однако оно также свидетельствует о нескольких довольно важных переменах Во-первых, Россия начинает играть более значимую стратегическую роль на Ближнем Востоке, тогда как США постепенно выходят из игры Во-вторых, Кремль теперь может выступать в роли помехи для реализации американской стратегии Несмотря на то, что Россия оказалась под экономическим давлением со стороны Запада из-за своей политики на Украине Кроме того, Россия, вероятнее всего, рассчитывает получить свою долю экономического вознаграждения в Иране, как только будут сняты санкции Одной из целей является строительство и поставки топлива для иранских атомных станций Влияние России на Ближнем Востоке, существенно снизившееся после распада Советского Союза и регулярных военных компаний США в регионе В последние годы продолжало уменьшаться в результате событий арабской весны и свержения таких диктаторов, как Муаммар Каддафи Однако теперь, когда повсюду началась реакция на те выступления, Россия кажется авторитарным режимом гораздо более подходящим союзником, чем Америка Возьмем, к примеру, президента Египта Абдели Фатаха Ассиси Америка отвернулась от него, после того, как он сверг первого демократически избранного президента Египта в ходе переворота 2013 года Господин Обама приостановил программу оказания военной помощи Египту А господин Путин, напротив, с радостью поприветствовал нового лидера страны и пообещал заполнить пробелы, оставшиеся после Америки, без каких-либо дополнительных условий В ходе своего февральского визита в Каир господин Путин подарил гену сессии автомат Калашникова В реальности взаимные жесты российского и египетского лидеров, вполне вероятно, являются всего лишь политической игрой Россия вряд ли продаст Египту много оружия, потому что Каир испытывает материальные трудности и предпочитает американское военное оборудование Между тем, такое демонстративно вызывающее поведение в отношении Запада устраивает обе стороны Египет показывает Америке, что у него есть и другие варианты В марте США возобновили поставки своего оружия Египту В Сирии Россия, вместе с Ираном, является одной из опор режима Башара Аль-Осада Башар Аль-Осад в его борьбе с повстанцами Россия считает, что господин Обама закрыл глаза на такую позицию О чем свидетельствует отказ Америки нанести удар по Гену Асаду в 2013 году в связи с применением химического оружия против мирных граждан страны Россия боится, что, если режим господина Асада падет, ее влияние в регионе тоже сильно пострадает Сирия долгое время была самым надежным союзником России в арабском мире А с 1971 года на ее территории располагалась единственная военно-морская база России в Средиземном море На долю Сирии приходится около 10% продаваемого России оружия С точки зрения России, без Асады она станет просто одним из игроков на бывшем советском пространстве, говорит Марк Кац Марк Кац из университета Джорджа Мейсона Москва постаралась организовать сирийские мирные переговоры, проведя первый раунд в январе, а второй — на прошлой неделе Сирийская национальная коалиция, главный оппозиционный орган, усомнилась в искренности намерения России и отказалась принять в них участие Такая политика России еще больше усилила напряженность в отношениях с Саудовской Аравией Которая ненавидит господина Асада и поддерживает сирийских повстанцев Отказавшись сократить объемы добычи нефти, Саудовская Аравия спровоцировала падение мировых цен на нефть Сознательно или нет, но она нанесла по России и Ирану не менее тяжелый, а, возможно, даже более серьезный удар, чем санкции Запада 19 апреля 2015 года права на данный материал принадлежат и на СМИ Материал был размещен правообладателем в открытом доступе Оригинал публикации